Здравствуйте! Меня зовут Роман Хардиков, а это значит, что мы сегодня вновь готовим на мангале. Погода у нас сегодня, как сами видите, дождливая. Лето вообще в этом году не очень удалось, но нас не должно пугать, в доме сидеть не хочется, поэтому хочется кушать. Мы приехали, хочется приготовить что-нибудь на мангале, хочется горячего, копченого, поэтому сегодня у нас будет сазана. Вот смотрите, вот такую рыбку я купил. К сожалению, она уже потрошенная, люблю я сам разделывать рыбу, отрезать ей голову, чистить, но другой рыбы я не нашел, поэтому мы сегодня будем готовить сазана. Сегодня мы его будем коптить, но это чуть-чуть попозже, а пока я займусь овощами. Первонаперво, мне нужно приготовить баклажаны, потому что, знаете, да, баклажаны иногда немного горчат, поэтому их нужно... Так, их нужно... Я их помыл предварительно, сейчас мы их нарежем. Так, это убираем, это нам не нужно. Их нужно нарезать кольцами, ну, я думаю, где-то в районе сантиметра толщиной. Крупнее не нужно. Нарезаем. Слишком много их нам не нужно, потому что сетка у нас не очень большая. Ну, вот так вот примерно порежем. Возьмем вот такую миску. Для того, чтобы горечь вышла из баклажан, нужно их вымочить в подсоленной воде. Соль у нас есть, вода у нас тоже есть. Выливаем. Так, воды нужно будет побольше. Звук страны. Убираем воду. Перемешиваем. Все делаем руками, мы же на даче. Нет, ну, если кому-то принципиально, да, то можно это делать ложкой, вилкой, кому как удобно. Мне удобно руками. Кладем баклажаны. Не хотят они у нас все помещаться, поэтому чуть-чуть еще добавим воды. Ну, они плавучие. Не страшно, что они... Будем периодически их переворачивать. Переворачивать. Отставляем в сторону. Нам достаточно одного баклажана. Так, беремся теперь за рыбку. Это отставляем в сторону. Так, рыба. Рыбу смотрим. Опять смотрим. У нас могли где-то... Вот, видите, уже только начало, а уже есть чешуя. Рыбу надо проверить. Дочистить будет. Неприятно есть рыбу с чешуей. Она здесь крупная. Поэтому чуть-чуть подчищаем вокруг плавников. Аккуратно. Ну, вот, все как обычно. Около плавников есть чешуя. Так, вроде, с виду рыба почищенная, рыба красивая. Но всегда где-нибудь найдутся какие-нибудь огрехи. Так, смотрим. Чуть-чуть. Немного, но все это есть. Так, здесь вроде чисто. Здесь тоже. Здесь есть чуть-чуть. Так, ну, вроде бы я везде прошелся. Да, теперь нужно рыбку помыть. Помыть и выложить на доску. Так, ну, у меня для этого есть специальный таз. Вот. Аккуратненько моем. Моем, моем. Так. Так, все отлично. Рыбу пока, хотя нет, зачем ее кладывать в сторону, мы с ней продолжим. А сегодня у нас такой экспресс-маринад для рыбы. Поэтому, смотрите, у меня есть один маленький секрет, вот как промариновать рыбу быстро. Рыба соль любит. Берем соль. Берем воду. Нам нужен маринад, да, нам нужно, чтобы соль быстро вошла в рыбу. Времени у нас не так много. Поэтому для того, чтобы промариновать рыбу достаточно быстро, мы воспользуемся одним тайным оружием. Это оружие можно купить в любой аптеке. Берем шприц, самый большой, который мы можем найти. Так. Беру я это с глаз подальше. Да, все. Тут никакого секрета. Это простой медицинский шприц, правда, очень большой. Набираем воду. Нам нужно как-то перемешать соль. Да. В стакане это делать не всегда удобно. И перемешиваем все это дело. До полного растворения или не до полного. Это уже как получится. Да, но лучше до полного, чтобы... Потому что кусочки соли будут мешаться прохождению воды через иглу. Поэтому перемешиваем. Перемешиваем. Я отставлю рыбу, так будет удобнее. Вот сюда. Можно добавить немного лимона. Сделаем это сразу. Я прям даже не половинку, а меньше половинки выжимаю. Нужна вилка. Да, мой любимый способ выдавливания лимона. Берете, как накалываете лимон. Выдавливаете. И чуть-чуть проворачиваете вилку. Так удобнее всего, на мой взгляд, разделываться с лимоном. Все. Убираем лимошку. И продолжаем перемешиваться. Так, я думаю, достаточно. У нас немного соли не растворилось. Но это не беда. Так, набираем рассол. Назовем это так. Одеваем иглу. Все, мы готовы практически. Отставляем. Так как рыба у нас крупная, толстая, мы ее будем для этого мариновать, чтобы все прошло быстро. Просто накалываем. И выдавливаем маринад. Не так быстро это получается. Ну, как получается. Часть маринада, к сожалению, выйдет наружу. Но это не страшно. Бывают и такие ситуации. Видите, я недорастворил соль. И, видимо, соль забила канал. Так и как. Нет, не хочет. Забилась игла. Ну, я думаю, нам достаточно. Или недостаточно. Нет, достаточно. Забилась игла, к сожалению. Но мы достаточно много маринада уже использовали. Поэтому все будет в порядке. Я уверен, что этого хватит. Так, теперь нам нужно ее зафаршировать. Нашу прекрасную рыбу. Открываем. Что у нас есть. Я решил воспользоваться очень интересной приправой. Как-то я побывал на индийском рынке у нас в Москве.